МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Три с половиной года за издевательство над ребенком. Алексей Политаев, который избил собственную дольфу, разлить алкоголь, услышал приговор суда. Три смерти за одни сутки. Транспортная прокуратура выясняет подробности происшествий с участием несовершеннолетних. Труд возвращает осужденных в общество, а оно, в свою очередь, пользуется товарами и предметами, изготовленными в колониях. Спецреп из производственных цехов. Я не знаю, чем руководствуются женщины, которые регулярно терпят побои от мужей и сожителей. Это личное дело каждого. Но когда избиением и издевательством подвергаются маленькие дети, то меня бы, как маму, напугал не визит участкового или следователя, а финальный итог, что ребенок станет инвалидом или погибнет. Несколько дней назад свой приговор, который еще не вступил в законную силу, услышал рязанец Алексей Политаев. Похоже, четырехлетняя на тот момент девочка была единственной из всего большого семейства, кто отваживался просить папу не пить. Я напомню, год назад не родители, а медики, которым поступил ребенок с многочисленными ссадинами, ушибами и переломом, вызвали сотрудников полиции. Травму девочка получила за то, что вылила остатки спиртного, причем эти детали ее папа помнит хорошо. А на то, что у ребенка шла кровь и дочь всеми силами сопротивлялась, он особого внимания не обратил. И в присутствии своей матери он набросился на ребенка еще раз, бросил его опять же на кровать повторно. Следственным было установлено, что в этот момент он сломал малолетнему ребенку руку по неосторожности, то есть причинил тяжкий вред, согласно заключению эксперта. От более страшных последствий девочку спасла бабушка, мать Алексея Политаева. Сам он развернулся и ушел, не обращая внимания на плач ребенка. На следствие мужчина уверял, он бы и так отпустил дочь, которую, надо заметить, душил не менее 30 секунд. Детская шея, сами знаете, какая, чего там сжимать. Но я был сильный. Двух несовершеннолетних, малолетних детей совместно с матерью отправляли в реабилитационный центр семья, где они содержались порядка полутора месяцев. Вот с детьми работали психологи. Первое время от мужчины скрывали, где находится его семья. Мама девочек призналась, что получала от мужа тумаки и раньше, а в последнее время под горячую руку попадала и пострадавшая девочка. Стало известно, что буквально за пару месяцев до происшествия папаша засунул в рот ребенку часть светильника. Видите ли, его раздражал детский плач. Кстати, пока продолжалось следствие, у Политаева родился еще один, третий малыш. Три года шесть месяцев добавится к биографии Алексея Политаева, если, конечно, его адвокат не обжалует приговор. Добавлю, что он уже был судим, правда, условно, как раз за причинение тяжкого вреда здоровью. Любой человек может ошибиться. Один раз. Но второй и третий – это уже выбор. Делайте его только за себя, не подвергая опасности тех, кто не сможет себя защитить. Тем более детей. С начала этого года областная транспортная прокуратура зафиксировала 38 случаев травмирования граждан на железных дорогах, 22 из которых закончились летальным исходом. Только за одни сутки произошло целых три трагических события, участниками которых стали несовершеннолетние. Все обстоятельства происшедшего устанавливаются в настоящий момент, поскольку проводится проверка Восточным следственным отделом Московского межрегионального следственного управления на транспорте. С появлением цифровой фото- и видеотехники у железнодорожных полотен и вагонов появилась еще одна, с позволения сказать, функция. Они стали излюбленным местом проведения фотосессий. В погоне за редким кадром люди забывают, что железнодорожный состав – это не только антураж, но и в первую очередь несущийся тяжеловесный транспорт, который даже без движения представляет опасность. У нас на железной дороге в основном эксплуатируются электровозы. И вот этот токоприемник, когда поднят, когда человек там находится, то там же ток высокого напряжения, то есть возникает дуга электрическая, которая сразу же поражает любой объект, который находится на крыше вагона. Но нашим людям ни знаки, ни запреты, все ни по чем. Они скорее перелезут через метровый забор и пойдут на перерез составу, чем дойдут сотню метров до перехода. Каждый надеется, что успеет. На что рассчитывают любители отгородиться от внешнего мира громкой музыкой в наушниках – вообще непонятно. Предпочитаем короткий путь длинной жизни. Железная дорога не является местом для игр. То, что при нахождении вблизи железнодорожного полотна, рядом с железнодорожным транспортом, следует проявлять особую деятельность, внимание, детей не отпускать без присмотра, контролировать их поведение, переходить железную дорогу только в полуустановленных местах. Железные дороги не опасны для тех, кто соблюдает элементарные правила. Даже самый квалифицированный машинист при всем желании экстренно не остановит состав. Желание отличиться, детская любознательность или собственная беспечность могут стоить жизни. На днях областные думы соседних с московским регионов обсудили законопроекты, касающиеся бизнеса и производства в исправительных колониях. Речь о пониженной ставке по налогу на прибыль для учреждений УИС. Так, в Костромской области размер ставки предлагается снизить на 4,5%. Таким образом, исправительные колонии сэкономят более 2 миллионов рублей. И эти деньги будут направлены на трудоустройство осужденных. Учитывая наличие нескольких крупных исправительных учреждений в Рязанской области, мы не могли обойти эту тему стороной. И на примере ИК номер 2 решили убедиться, что производство работает как часы, и осужденные не сидят без заказов. Исправительная колония номер 2 предприятие многопрофильное. По сути, тот же завод, только работают на нем осужденные. Кроме сельскохозяйственной техники, это и строительные материалы, изделия из железобетона для предприятий электросвязи и города, рабочая спецодежда, заказы по дереву и металлообработке, и много других самых разных товаров, востребованных населением. На работу выходят вместе с металлообработкой, деревообработкой, бетонной зелени. Где-то около 850 человек. Это очень большой процент по России. Не так давно был в Москве, я просто ехал, и как бы была какая-то гордость, я вижу, идут рабочие, в нашей спецодежде, которая я вижу, что отшивалась в нашей зоне. То есть даже ни один вид продукции видел. Костюмов, которые отшивались. То есть уровень сейчас, например, пошива спецодежды у нас достаточно высок. Шили одно время костюмы, достаточно сложной. То есть не каждая даже вольная организация берется за ее пошив. Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты качества. Это новый швейный цех, который открылся не более трех месяцев назад. Здесь собственными силами было организовано 60 рабочих мест в две смены. Если нужно, заказчики сами привозят материал, техописание, фурнитуру и лекала. В основном работаем с московскими компаниями, достаточно крупными, такими как Урсус, Оптима Торг, Спецпошив Торг, КСП и так далее. Не в каждой колонии, даже по всей России, в настоящий раз идет бич, потому что мы, как руководители учреждений, и начальник управления, и заместители, заключаем контракты, сами ищем работу для того, чтобы обеспечить суженную. Задача – дать этим людям профессию, причем самую востребованную, чтобы на выходе получить толковых электриков, сварщиков, закройщиков и так далее. Спецконтингент здесь особый, сами понимаете. Сто человек, сто мнений, каждый у всех свой характер, у всех своя беда. Поэтому как-то люди, может, беда сплочать, но люди находят общий язык. Идет какая-то волна, вот эти перекаты какие-то. И нам приходится, и даже и управлению, и сверху, директору, обращать более, ну как вам сказать, более принципиально и вежливо, для того, чтобы осужденные не были озлоблены. И они это понимают, и порой нам приходится не час-два с ним беседовать, а день-два-три, неделями, и убеждать их, что это необходимо, и им нужно вернуться, чтобы что-то было у него, эти руки были готовы, что-то делать. Если быть до конца честными, говорит начальник колонии, то около 50% сидельцев почти никогда не работали и работать не хотят. Объяснить таким, что и они могут приносить пользу обществу, и себе в том числе, ой, как непросто. Не будем забывать, что любой труд на производстве в колонии оплачивается. Этой суммы хватает и на отчисление по суду, и на походы в магазин, хотя каждая из них и так находится на полном обеспечении. Заработная плата, кто выполняет норму выработки, там до 8 тысяч рублей. Но если осужденные переуполняют норму выработки, то администрация еще и премирует их. Видите сами, какие бытовые условия не созданы, есть и комната отдыха, и комната душ, и туалет, и комната приема пищи. То есть между ужином, обедом, завтраком они могут принять легкий завтрак какой-то. Администрация помогает, потому что у него всех способностей. Кто-то может одно делать, тот другое, но находит применение каждого. У нас, в принципе, все работают, и никаких проблем с этим нет. Алексей Старков начальник технического отдела колонии. Это с его легкой руки появилось самое знаменитое изобретение и визитная карточка исправительного учреждения. Грабли, ворошилки, валкообразователи, гидравлические, серии «Катюша». Их поставили на производство в 2005 году. Они почти на 300 килограммов легче прицепных и удобнее в использовании. Этот факт был отмечен многочисленными наградами престижных выставок сельскохозяйственной техники. Они не хуже западных образцов. Есть фирмы ФРГ, Германия, Италия. Принцип такие же грабли, но они на порядок выше по цене. С вами помощниками в лице отбывающих наказания Алексей Дмитриевич доволен. Они получают теоретические знания, а уже на производстве, выражаясь его словами, доходят в борозде. А вот и кузница кадров для электрогазосварщиков. Их занятия начинаются традиционно. Квалификационно с первого сентября по истечении десяти месяцев обучения каждый ученик обязан сдать два экзамена по предметной и выпускной квалификационной. Ну, большинство, да, исправляются и на путь истины становятся. Трудоустраиваются, работают. Я очень таких много знаю. Я здесь проработал 42 года. Относительно недавно в колонии открылся еще один цех для инвалидов. Даже люди с нарушенной моторикой способны делать несложные, но полезные в быту вещи. Сегодня товары и предметы, изготовленные руками осужденных, можно встретить практически на каждом шагу. Мебель, тротуарная плитка, железобетонные изделия, одежда, медицинские салфетки или, например, игровые городки для благоустройства города. Часто здесь представлены некоторые модели, горки, лавочки, карусели мы записывали в цехе, карусели, качели. То есть заказывают у нас заказчики в основном одни и те же. Это ЖУ-6, ЖУ-10, русская кожа, белая лошадь и привоз. Ну и несколько частных лиц. Что касается взаимовыгодного альянса бизнеса и производства на территории колонии, то и на этот острый вопрос мы получили емкий и лаконичный ответ. Я вам отвечу, мы раньше пытались это делать и к нам шли бизнесмены, шли производственники, мы работали вместе с ними, но их, они были освобождены от налога. Сейчас этого нету и к нам нету не учтения. Социализация, адаптация, умных слов о преступниках придумали много. А ты попробуй сначала быть услышанным теми, для кого и человеческая жизнь пустой звук. На самом деле многим сотрудникам колонии надо ставить памятник за то, что терпят поначалу и хамство, и насмешки, и отъявленных лодерей. Козыряя криминальными заслугами, многие не понимают, что живут на всем готовом, получают бесплатное образование и при этом еще имеют возможность скопить небольшой капитал. Последний случай был освеженный, практически никогда не работал все время в термесине, ни колоды, ни двора, ничего нет. Никто, где он проживал там давно, он не пошел. Он неадекватный, но прекрасный художник, эмоциональный он, был до этого нарушительный. И где-то за два года он прекратил это все делать, и мы вот приложили в нашу службу, которая занимается, нашли все-таки. Он попал в фермеру в настоящее время, он обязался нам каждый месяц сообщать, не докладывать, а сообщать, как он себя ведет. То есть где-то в отдаленном районе у него все хозяйство, все есть, сельское хозяйство, и в настоящее время там ведет себя хорошо. То есть эффективное средство исправления осужденных труд действительно работает. И учитывая сезонность некоторых заказов, колония всегда готова к любой работе. Многие обыватели с сожалением вспоминают времена, когда главным методом воспитания наказания для преступивших закон были каторжные работы и ссылки. Сегодня отношение к осужденным таково, что только по колючей проволоке и КПП вспоминаешь, где находишься. По мне, так лучше любая возможная польза для общества, чем бестолковое существование на государственные деньги. Если вы стали участником или свидетелем происшествий или спорных конфликтов, обращайтесь в нашу редакцию. Попробуем разобраться вместе. А на сегодня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok